Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых событий, которые для вас уже, скорее всего, не новости. Например, французские ученые. Они, наконец, определили нормальную длину чле... Я не могу сказать это слово. То есть нормальной длиной французы считают от 9 до 9,5 сантиметров. В другом положении от 12 с копейками до 14,5. В любом случае, я считаю то, что мужчина должен доказывать свою мужественность хотя бы в постели, а никак не в мужской раздевалке. Суть эксперимента была в том, чтобы убедить мужчин не делать операции по увеличению члена. Я сказала опять это слово. Подобные операции могут повлечь за собой нарушение эрекции. То есть не встанет, в смысле не в этом смысле. Теперь еще и не функционирует. Легче стало? В любом случае, доказать то, что ты мужик, можно совершенно другими способами. Можно еще селезенкой почки померить? Это тоже о вас что-то скажет, как о мужчине? А в Ирландии дожди. Жуткое-жуткое прижуткое наводнении выпала месячная доза осадков. Я, конечно, сочувствую весельчакам в зеленом, но у них на соседнем острове, и как у них самих, выпадет немножко снега, и у них встает буквально весь транспорт, потому что... О, боже мой! Это снег! В Германии, например, снег бегут фотографировать, пока он не испарился к полудню. Один англичанин мне хвастался, что на прошлое Рождество у них был снег. Целый месяц. Езжайте к нам, покатайтесь на санках, а то совсем изнежились. А давайте возьмем пример с Островитяной, будем бояться всякий раз, когда на улице появляется лужа. Глубже, чем... Например, прошлым летом мною была получена масса удовольствия от созерцания шести трамвая, стоящих очередью перед огромной лужей. Через лужу пытались пройти две визжащие от восторга девицы, приподнявшие свои юбки так, что пассажиры забыли о том, что им куда-то надо. Пока ирландцы откачивают воду из пабов, американцы разбирают ядерные бомбы. Одну определенную. Ее готовили для подземных стратегических объектов СССР. Вот такая вот... Хреновина. Размерно с небольшой автобус. Весом 4,5 тонны и взрывается громко. Собственно, это конец эпохи гигантских бомб. Убедились, что СССР больше нет? Теперь можно и бомбу деактивировать. Слово Поки. Ну или, конечно, у нее просто кончился срок годности, ей как-никак уже почти 50 лет. А может, американцы придумали что-то более крутое, чем гигантские бомбы, например, бункера в Макдональдсах. На этом все. С вами был Стас Давыдов. Подписывайтесь, оценивайте, а видео на обзор присылайте вот сюда. То есть, с вами была Елена Рассохина. Подпишитесь, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok